Привет, ребята! Сегодня я буду затачивать железки своих рубанков и стамески при помощи только что купленной точилки Veritas MK2. Но перед этим мне необходимо сделать кое-какую операцию. А именно, новые водные камни, которые я приобрел в магазине и которыми уже один раз пользовался, затачивая свой инструмент, имеют свойство вырабатываться. И вырабатываются они неравномерно. И вырабатываются они не все. Вот из трех камней, которые у меня есть, это 500, 1000 и 2000, я проверил на ровность. К 500 вообще нет никаких вопросов, никаких претензий, он абсолютно ровный с двух сторон. А вот эти два камня, 1000 и 2000, они нуждаются в правке, в выравнивании. Вот эта вот сторона, одна сторона у 1000 камня на ровное, вторая сторона имеет небольшую выработку. 2000 камню повезло меньше всего, потому что, видимо, у него зерно мельче. И так же самое с этой стороны. Как ни странно, вот вы видите, здесь более черное такое все. Здесь я работал больше. Здесь выработка вообще практически отсутствует. Ну, не практически отсутствует, ее вообще нет. А вот с этой стороны, здесь небольшие рисочки можно наблюдать. Здесь почему-то выработка большая. С чем это связано, я не знаю. Но, тем не менее, я сейчас займусь тем, что буду выравнивать обе эти поверхности до идеально ровного состояния. И делать это буду с помощью специального выравнивающего камня, о котором я уже в прошлом видео вам говорил. Вот он, этот выравнивающий камень для наждака фирмы Шуехира. Этой стороной рифленой выравниваются грубые камни, а вот этой гладкой стороной выравниваются более тонкие камни. Вот эти камушки у меня были сейчас замочены. Сейчас я их еще раз опущу в воду, они еще немножко наберутся влаги. А потом я буду их выравнивать. И перед этим покажу, попробую показать, насколько выработка этих двух камней видна, насколько она сильна. Суть выравнивания такова, так же как и подошва рубанка. Рисую линию, беру выравнивающий камень. Сначала по-грубому пройдусь. Лучше положить ее на подставочку. Кругообразными движениями в одну, в другую сторону. И восьмеркой. Ну вот мы видим, что здесь уже выработка. Линия с этой стороны стирается. Здесь стирается, здесь еще посередине остается. Здесь как раз та самая у нас яма и есть. Процесс пошел. Нажима никакого осуществлять не надо. Под собственным весом камень шлифует другой камень. Уже почти что выровнен. Уже совсем чуть-чуть осталось. От линии уже осталось совсем чуть-чуть посерединке. Видно, что линия практически исчезла. Сейчас я попробую посмотреть на просвет. Что получится? К сожалению, мне не удалось показать процесс замера вот этой вот выработки. Ну, камера просто не воспринимает. Сейчас поверхность камня тысячного полностью выровнена. Я только что замерил гликальным угольником. Просвета нигде нету. Ни по диагонали, ни так. Ну, для того, чтобы еще раз убедиться, я еще раз карандашную линию нарисую. И уже пройдусь вот этой вот стороной еще раз, чтобы полностью убедиться в том, что процесс успешно завершен. Буквально несколько движений и карандашная линия полностью исчезла. Смотрите. При этом выравнивающий камень залипал, прилипал вот к этому вот камню, который я выравнивал, к тысяче. Таким образом, я делаю вывод, что вот этот тысячный камень, вот эта сторона, вот это было нормально, вот эта сторона полностью выровнена. Сейчас я этот камушек кладу обратно в воду и приступаю к двухтысячному камню. Здесь все гораздо печальнее, поэтому я сейчас буду аккуратно. Но этот камень тонкий, поэтому нужно работать очень аккуратненько и только вот этой вот стороной гладкой. Такое ощущение, что двухтысячный камень намного более мягче, чем тысячный. И тем более пятисотый. Вообще, такое ощущение с этими водными камнями, что чем выше гритность камня, тем он мягче. Чем ниже гритность, тем он тверже. Возможно, это мое субъективное ощущение, но факты говорят сами за себя. Линия исчезла. Сейчас я померю, посмотрю, что получилось. В большей степени выработка на этом камне исчезла, но еще чуть-чуть просвет остается, поэтому я сейчас повторно сделаю маркировку карандашом и еще раз слегка пройдусь по нему. Это нужно делать очень аккуратно, потому что камень нежный и вырабатывается очень быстро. Только собственным весом. Возвратно-поступательными движениями. Опять камень чистый. Сейчас еще раз проверю. Ну вот, ребята, вот эта сторона двухтысячного камня выровнена идеально. По лекальному угольнику я проверил. Все здорово. Эта сторона, в принципе, ровная. Я на ней в прошлый раз точил. И она, видите, она черная такая, немного засаленная. Вот я сейчас просто пройдусь этим камушком и просто сниму засаленность с нее. Я думаю, что мне будет легче работать. Немножко его подновлю, так сказать, освежу. Хуже от этого не будет. А будет только лучше. На сленге профессиональных заточников это звучит как взбодрить камень. Вот я его, кажется, взбодрил немножко. Сейчас еще пару движений и можно будет заканчивать. Водичку они любят. Поэтому водичке жалеть не надо при подобных операциях. Здесь очень важно, насколько я узнал, равномерно вводить камнем, так, чтобы вырабатывалась полностью вся поверхность. Все. Засаленность я полностью снял. Поверхность камня приобрела изначальный светло-серый оттенок. Видите? Все чистенько, все аккуратненько. Теперь можно затачивать железки рубанков и стамески. Ну, а вот этот камушек тоже я сполосну водой и пока оставлю в воде, чтобы он намокал. Вдруг еще понадобится подправить мне в процессе работы заточные камни. Это нужно делать регулярно. Нужно их регулярно проверять, чтобы они всегда оставались ровными и не забрасывать это дело, потому как, если затачивать железки рубанков и стамески на неровных камнях, то, естественно, и заточка будет кривой. На этом пока я заканчиваю. Спасибо, что смотрели мою галиматью. Эй, ребята, погодите, не уходите, я еще не все сказал. Хочу поделиться впечатлениями от своего вчерашнего точения. Короче говоря, точил я вчера при помощи только что недавно купленной точилки вот такой вот. Это точилка Veritas MK2. MK2, если быть точным. В чем фишка? В том, что все точилки, которые я точил до этого, но они имеют свои преимущества, свои недоставки, но сейчас не об этом. Я непременно сделал обзор вот этой конкретной точилки на своем канале, но подробный обзор, такой, как делал у себя на канале Михаил с канала Hartwood, я вряд ли сделаю. Но я обязательно сделаю сравнительный обзор всех имеющихся у меня точилок, у меня их три штуки, примерно такой же, как делал в свое время Андрей Ермолкевич. Но что я хочу сказать сейчас? Значит, вчера потащил я вот этой вот точилкой железкой для двух своих рубанков. Номер четыре. И отметил следующее. После того, как я поправил свои камни для точения, я сегодня их проверил после точения, я обнаружил, что износа на них нет вообще никакого. В то время, как после точения на другой точилке, у меня сразу же после первой же заточки уже появился износ. Я это заметил четко. Значит, почему? Объясню. Потому что, значит, на той точилке, которую я тащил до этого, вот этот вот ролик, который катается по камню, в половину от Геретасовского, то есть он 25 миллиметров, у него длина этого ролика. У этого же ролика длина 48 миллиметров. Соответственно, износ камней при точении происходит гораздо меньше, либо вообще не происходит. Ну, конечно, камни изнашиваются, понятно, но такого интенсивного износа камней, конкретно посерединочке камня, не происходит. Таким образом, я делаю вывод, что эта точилка гораздо более лучше подходит для точения инструмента именно на водных камнях, так как дает меньший износ этих камней. Ну, а общее впечатление об этой точилке следующее. Я в полнейшем, ребята, в восторге. Те, кто хочет затачивать режущий инструмент, ручной режущий инструмент, и думает о том, какую точилку ему использовать, потому что сейчас в продаже очень большое разнообразие всевозможных точилок, скажу одно. Потащив на разных точилках, я делаю однозначный вывод, что лучше вот этой вот в Геретасовской точилке ничего нету, и, может быть, еще не скоро будет, если вообще когда-нибудь будет что-нибудь лучше. Поэтому всем начинающим столярам, которые занимаются работой с ручным столярным инструментом, я рекомендую вот этот замечательный инструмент. Это, ребята, не реклама, я купил это за свои деньги, поэтому даже не буду упоминать, где я это купил. Я думаю, вы сами найдете этот инструмент. Но это просто вещь, это просто потрясающая вещь. И, кстати говоря, ощущения от работы с этим инструментом, тактильные ощущения, совершенно другие. И эргономика потрясающая, по сравнению с другими точилками, просто я даже описать не могу, насколько приятно затачивать инструмент вот с помощью вот этой точилки. Ну, вот сейчас уже действительно все. Всем пока, до свидания, всех благ и острого вам всем инструмента. Пока.